А сейчас о безопасности. Экологические артезианские скважины в районе приводят в нормативное содержание. Для этого необходимо провести целый комплекс работ и бумажных согласований. Скважины в Масюгина – одна из первых, куда зашли работники водоканала. Что сделано и что только предстоит, узнала глава района и наша съемочная группа. Вместо гнилого деревянного забора работники водоканала устанавливают двухметровое бетонное ограждение. Сверху протянут колючую проволоку, а сама скважина будет под видеонаблюдением. Это только пара пунктов из целого списка обязательных условий для так называемого санитарно-защитного пояса. Оградить, вырубить здесь зеленое насаждение, сделать твердое покрытие от подвесок и сделать отмозку к зданиям, чтобы не было попаданий каких-то с поверхности земли, возможных заражений не произошло скважиной. Навозных там, от колхоза сброса, каких-нибудь, не дай бог, захоронений и так далее, свалок, мусора. Скважина в Масюге на глубиной порядка 70 метров обеспечивает водой несколько сотен человек. Три года назад на ВЗУ построили станцию обезжелезивания. Санитарная зона нужна именно для того, чтобы сохранить качество воды. Это требование Роспотребнадзора относится ко всем ВЗУ района. Буквально месяц назад в муниципалитете обсудили дорожную карту этих работ. И уже сегодня к нормативу приводят две сельские скважины. Такие же работы, но там узел побольше, мы начали в Белготина. Там без забора мы начали, мы там начали отмостка, крыши сделали, привели в состоянии, выкрасили, там деревья уже были, не росли. Помимо физической работы, которую выполняют рабочие из ЗАО «ВД-канал», необходимы большие бумажные согласования. Земля под скважиной должна быть официально оформлена и откадастрирована. В этом помогают районные власти. В данной ситуации нельзя разделить зону ответственности между, допустим, организацией «ВД-канал» и местной властью, например. Поскольку мы заинтересованы в быстром оформлении земельного участка. Без оформления земельного участка организация не может приступить ни к каким работам, ни, соответственно, строительным, ни производственным. Поэтому мы стараемся вместе идти, что называется, рукооб руку для того, чтобы решить вопрос в интересах жителей нашего района. Сейчас в дорожной карте 22 скважины района. До конца года «ВД-канал» планируют привести к нормативу четверть объектов. Елена Плеснина, Максим Максимов, Наталья Красавина. Новости дня.